здравствуйте дорогие друзья вас приветствует галина конышева две недели я готовлю четвертую заключительную часть по теме сатанинской скульптуры эрнста неизвестного москве много пришлось перерыть материала чтобы понять саму структуру которая сидит на нашей жизни как минимум лет 150 точно необходимо это сделать чтобы понять если понимаешь процессы то можешь ими управлять если не понимаешь то они управляют твоей жизнью все эти странные античеловеческие скульптурные формы напрямую связаны сегодняшним днем и военной операции на украине как одном из плацдармов войны коллективного сатанинского запада против руси которую он ведет не менее 150 лет смотрите фильм до конца так как информация поступает постоянно и сегодняшний день не исключение продолжение фильма расследования по сатанинской скульптуре метро выставочная эрнста неизвестного древа жизни мы всем большинством обсудили что подобные творения да еще за народные деньги не место в общественных местах что скульптуры эрнста в одессе золотое дитям также скульптурная композиция пионерлагеря артек это есть диверсия против народа зрители пишут что это культурное изнасилование антикультура есть те кто пламенно защищают работы эрнста неизвестного но это минимальный процент и по логике этот минимальный процент присел на бюджет и диктует свои условия и свои извращения всему населению не только нашей страны но и всего мира этот минимальный процент управляет деньгами и финансами всего мира подсадил мир на долговую яму иглу ростовщичество и это давно не секрет помимо алчности эти ребята еще и извращенцы что также не секрет и мы продолжаем исследовать паразитарную грибницу культурки который до своего разрастания сейчас в наши дни когда побежали на земли обетованной и там где кошелек свой корни пускала еще в советском союзе прибивал ее эту грибницу не давал ей разрастись сталин а после его смерти они что называется вздохнули свободно и пошла эта плесень разрастаться прикрываясь высокопарными словами о патриотизме и другом романтизме за все хорошее против всего плохого против кровавого тоталитарного режима что еще характеризовала эрнста неизвестного помимо извращенного создания которое он проецировал на окружающий мир мне прислали комментарии информацию о том что другом молодости у него был маньяк-убийца подросток маньяк-убийца я нашла информацию цитата музей главного управления мвд россии по светловской области имеется фотоэкспозиции посвященной винничевскому на ней проводят семинары для обучения будущих юристов январе 2018 года а и ракитин формате книга по требованию опубликовал двухтомник посвященный винничевскому под названием уральский монстр хроника разоблачения самого таинственного серийного убийцы советского союза данной книге автор видвину конспирологическую гипотезу что винничевского был взрослый сообщник и предложил версию что скульптор эрнст неизвестный был близко знаком с преступником который впоследствии растиражировали в сми два года разницы у них это я говорю но оказалось что винничевский был отстающим учеником и оставался на второй год так что с эрнстом неизвестным они вполне могли пересекаться в школе в уральской статье 22 января 2018 года маски скорби по маньяку написано цитата среди погребенных на 12 километре московского тракта в екатеринбурге в честь которых там в ноябре прошлого года был установлен монумент эрнста неизвестного маски скорби вероятно оказался знакомый скульптора маньяк-педофил державший страхи свердловск в конце 30-х годов прошлого века писатель алексей ракитин на днях опубликовал электронную версию книги уральский монстр о владимире винничевском расстрелянный в неполные 17 лет 1940 он 1938-39 годах свердловске нижнем тагиле кушеве совершил 18 нападений на малолетних детей в возрасте от двух с половиной до четырех с половиной лет как минимум восемь жертв погибли интересное что виничевский был знак знаком с будущим автором мемориала он учился с эрнстом неизвестным в одной школе хотя был на два года старше его но пришел позже оставался на второй год беседе с корреспондентом накануне алексей ракитин отметил что неизвестный единственный из подростков допрошенных в ходе следствия который признал наличие добрых отношений с виничевским все остальные старались от арестованного дистанцироваться следствием было установлено что они вместе ходили в школу номер 16 свердловска каждый день виничевский бывал неоднократно в доме неизвестного играл с его младшей сестрой при этом позже скульптор насколько известно никогда и нигде не вспоминал об этом алексей ракитин отмечает что во время работы над книгой об этом не знали даже свердловские краеведы и работники музея эрнста неизвестного в екатеринбурге то есть это не просто какие-то домысла а ракитину работал с документами следственного комитета и там были показания самого эрнста неизвестного вот такие дела в другой статье 2015 года цитата не нашлось желающих фальсифицировать историю маски скорби окончательно переедет из челябинского екатеринбург одна из частей мемориала авторства эрнста неизвестного маска скорби посвященного жертвам политических репрессий это все в кавычки ставится будет установлена не в челябинске а в екатеринбурге у челябинских бизнесменов не нашлось здесь 9 миллионов рублей чтобы отлить скульптуру хотя власть уже нашли для нее место в центре города как сообщил накануне ру представитель эрнста неизвестного в россии михаил петров конце прошлого года состоялась встреча между министерствами культуры свердловской и челябинской областей на которой было принято решение передать модель обратно в екатеринбург челябинские бизнесмены не поддержали этот проект не нашлось спонсора который бы выделил 9 миллионов рублей ну вот видите собственно говоря отношение бизнеса к таким подобным скульптурам но молодцы а депутат гордумы от кпрф константин нациевский сообщил что мы такими действиями скатываемся волну фальсификации истории которая сейчас идет она идет запада подхватывается представителями пятой колонны идет фальсификации роли советского периода в истории россии умаляется роль красной армии в разгромной фашистской германии очерняется фигура сталина то огромную роль которую они сыграли в истории нашей страны нельзя недооценивать безусловно никто не отрицает что репрессии были вместе с тем историки отмечают что из часто списке так называемых жертв заносят людей получивших наказание оправданное и по законам того времени коллаборанты казнокрады и так далее а порой и обычных уголовников насильников и убийц которые лишь бы были осуждены в сталинские времена 1970 году выходит тираж книга достоевского преступление наказание с иллюстрациями эрнста неизвестного думаю надо делать отдельный обзор книгу я заказала вот волей-неволей получается я тоже спонсирует умерзость но с тем чтобы как специалист психолог изучить и будущем помочь поставить заслон преступным замыслом толерантности к извращенному и развращенному сознанию всяких неизвестных как их хармсов и других непонятых народу гениев и так некто делает заказ это диссиденту то это 70-е годы советского союза я обращаю ваше внимание на вот эти данные что он прекрасненько себе жил советском союзе получал заказы если проследить заказы советского периода эрнста неизвестного то становится понятно что его постоянно поддерживают приличными суммами заказами из бюджета за всем этим стоит большая волосатая рука мирового кагала мирового сионизма то что эрнст неизвестный был избран на роль к расшатывания мозгов и был щедро финансируемый именно такими заказами мировым сионизмом мы узнаем по его поддержке после миграции советского союза сам он в интервью рассказывал что ему сам андропов шепнул уезжать из ссср шептал андропов или эрнст присочинил но суть в том что была скрытая поддержка именно этого скульптора бездарного но с мани величия и как видим с психическими отклонениями судя по его работам и без роли кгб этого быть не могло так что андропов мог быть причастен к покрывательству таких боятелей и об этом есть в личном интервью эрнста неизвестного называется эпоха эрнста неизвестного 1925 2016 год андрей панков автор статья 2016 года я фамилии называть не хочу но они на слуху и вообще я художником был уже до встречи с хрущевом у меня в жизни много чего свершилось до этой выставки тогда давайте поговорим не о руководителе партии а тех кто рангом ниже книги говорил неизвестный вы часто ссылаетесь на товарищей из международного отдела цк кпсс который которым заведовал борис пономарев из отдела по связям с коммунистическими рабочими парт партиями соц стран под руководством юрия андропова как вы оказались в той компании в основном с ними меня познакомил юрий корякин в итоге я их знал так сказать изнутри с юрой я был дружен еще середины 1950 годов я его называл корякой очень хороший был человек эти циковцы меня любили потому что я был бесшабашный хулиганистый так сказать всех вручал и с бабами и женами но я знаю почему они меня любили я обслуживал их ночное сознание я многое знаю про италию анекдоты про микеланджело и папу римского стихи на эту тему там были всякие истории увы среди тех людей было много сильно пьющих которые через это погибли я стихийный патриот мне главное чтобы за власть было не стыдно если не пускают публично уже спасибо потому что пролетари распустились хорошо помню когда приходишь в идеологический отдел то пахнет грязными носками а если международный отдел где работали мои ребята то французскими духами елизар кусков вадим загладин анатолий черняев вот он их всех закладывает выдает он сам показывает и гордится своими связями с товарищами из цикла про которых он много чего знает про их баб любовниц и еще про их ночное сознание и пролетарии сильно распоясались вот эти международники от которых пахло французскими духами та самая пятая колонна смотрящих на запад там духи французские а в простом отделе идеологическом оказывается пахнет грязными носками ну и презрение к простому работяге или простому советскому человеку а вот на западе это да такое подобострастие очень знакомые по нашим дням и нашей псевдоэлитки по шоу-бизнесу в этом же интервью выясняется что церетели он недолюбливает считает его бездарным и просто любителям денег о своем знакомстве с директором а пн агентство печати новости советское информационное агентство образованы в 1961 году на основе софт информ бюро правда в официальной справке руководителей камолов не числится эрнст говорит о том что он знаком с камоловом из этого агентства потому что что такое агентство быть знакомым с агентством это тоже продвижение это тебе опять таки там 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 это нужное знакомство и вот он говорит на юрия камолова но в официальной справке по этим датам он не числится руководители борис бурков иван удальцов лев толкунов павел на умов валентин филин альберт власов цитата выписка из сайта на российской книжной палаты кто такой камолов в этом же интервью то он писал мемуары за жукова например это известная вещь еще играл на скачках проигрывал денег не хватало и он сдавал за деньги иностранцам информацию секреты как государственные так и личную информацию о руководителях о космонавтов по теме спутника и так далее в записной книжке камолова был номер телефона и адрес эрнста неизвестного и его вызывали на допрос это ли не пятая колонна эрнст неизвестный в москве имел две мастерские из интервью вы пишете что принимали у себя в студии эргара фора бывшего премьер-министра франции а в каком году это было до принимал большом сергиевском переулке в районе с рейтинге наверное это было уже в 1960-е туда еще приходили рената гутузо феллини морис торрес и этот известный французский писатель первая мастерская эрнста неизвестного располагалась москве большом сергиевском переулке метро трубная на двух этажах дома номер 18 она была для скульптора одновременно и домом не жил и работал и общался со своими друзьями так называемой интеллектуальной мафии которую входили поэты евгений евтушенко андрей вознесенский владимир высоцкий философ мираб мамардашвили художники борис жутовский виталий валович и многие другие известные шестидесятники у царители из этого интервью общими у нас царители и салаховом были меценаты техническая интеллигенция который разрешалось хулиганить своих незаповедниках что значит хулиганить большой вопрос потому что им скучно было среди надоевших жен и секретарш так вот они развлекались с нами а царители тут причем царители салахов и я обслуживали эту элитическую капризную иерархию подкармливали чем искусством а они нам радость доставляли моя первая выставка была в институте курчатова самый большой в мире барельеф сделано и в институте электротехники в зеленограде это более 900 квадратных метров то есть вот они их как подкармливали они их спонсировали давали им госзаказы а царители салахов и эрнст неизвестный обслуживали эту улитку какими-то обслуживанием их ночного сознания царители попал для меня в ту же рамку людей что и глазунов свое время потом это выродилось в холуйство почему потому что если ты вступаешь на этот путь ты то сперва недомолвки а потом ложь тут нет пути другого в творчестве недомолвка хуже чем обыкновенный ложь а в чем у царители ложь а у него и нет как так а он полностью оформил свою бездарность у царители все искусственно царители гениальный бизнесмен который бизнес превратил в искусство мне эндри уорохал говорил создать ерунда легко продать тяжело ключевая фраза создать легко продать тяжело верно верно а у эрнста все в порядке и деньгами из покровителями из цека международного отдела и из кгб а царители бездарность но успешный бизнесмен уехал из ссср по совету андропова что андропов был засланный агент мирового когала и работал на развал кгб а вместе с заменой сотрудников патриотов на либеральный курс андропов привел к власти горбачева и ельцина по приказу андропова в екатеринбурге откуда родом эрнст неизвестный ельцин взорвал дом ипатьева где якобы была казнена царская семья как раз взорвал накануне приезда японского посла который хотел своими глазами посмотреть на место расстрела и возможно взять анализ днк так как в японии хранится рубашка николая второго с его кровью после ранения головы саблей и андропов приказал ельцину взорвать это здание либо скрыть улики постановки расстрела это мое мнение либо по официальной версии чтобы избежать ненужного ажиотажа царебожников но на тот момент никаких царебожников в советском союзе не было они появились после 90-х годов значит версия скорее всего с тем чтобы скрыть улики того что расстрела в этом доме царской семьи не было и что петропавловском соборе захоронены чужие останки который не признал за царский патриарх алексий второй много писали материал есть в интернете и тему зверского расстрела а затем сжигание трупов царской семьи повесили на большевиков этот миф поддерживается до сих пор кому-то очень это выгодно но это не тема разговора о том было или не было расстрел царской семье у нас тема другая то что эрнста неизвестного кто-то продвигал и финансово поддерживал незаметно раскручивал по моему ясно то что он был проект глобалистов в ссср один из спящих один из расшатывателей также ясно еще есть вопрос по военной биографии которую эрнст активно раскручивал как крутого мужика чтобы ранен практически умер несли на носилках уронили он закричал так поняли что не умер а похоронка уже ушла то есть еще не донесли до могилы но похоронку уже отправили предыдущих видео я показала что он обманул на интервью когда устанавливал в одессе свою скульптуру золотое дитя у морского вокзала он сказал что во время войны посетил одессу после освобождения от фашистов но это является ложью я показала в предыдущем фильме так как боевой путь его части которая указана в официальных источниках она проходила гораздо севернее то есть выше одессы пути захода 206 гвардейского стрелкового полка проходили выше в одессе они не были еще одна странность на сайте память народа написано что он призывается из самаркандского рвк узбекская сср 1943 году о том что семья и свердловска переезжал в узбекистан ничего не известно еще одна странная история с началом службы цитата 17 лет приписав себе год эрнст неизвестный добровольцем ушел на фронт но не доехав до фронта младший лейтенант неизвестный попал под трибунал так непонятно добровольцем ушел на фронт и уже младший лейтенант неизвестный попал под трибунал за убийство офицера красной армии который изнасиловал его девушку это как девушка поехала с эрнстом на фронт и там ее изнасиловал командир красной армии что за сказки далее цитата 62 дня он ожидал расстрела расстрел заменил штраф батом в рукопашном бою он убил 11 фашистов был награжден орденом красной звезды и медалью за отвагу посмертно в апреле 1945 он командует десантной роты получил ранение разрывной пулей позвоночник родителям ушла похоронка когда его несли хоронить то уронили с носилок и он закричав от боли остался жить вернувшись с фронта он три года был на костылях и на морфии для обезболивания чтобы он не стал наркоманом отец уговорил эрнста вместо морфия пить спирт потом 14 лет эрнст проработал грузчиком каменщиком литейщиком его первые бронзовые скульптуры были созданы из металлолома и отходов литья 1959 году эрнст неизвестный стал победителем всесоюзного конкурса на монумент победы но право на него отдали в утечечу слава богу отец посоветовал пить спирт вместо морфия так а потом он проработал грузчиком 14 лет это с разрывной пулей в позвоночнике медаль за отвагу и орден красной звезды он получает получить одновременно судя по цитате из его книги насколько понимаю это все берется из его собственных воспоминаний значит он получает посмертно одновременно другом интервью он говорит что у него дыра в грудной клетке у него нет двух ребер а еще в одном интервью что двух позвонков но какая разница противные ребер нету или позвонков не хватает не все ли вам равно ну и после всего этого еще 14 лет он работает грузчиком ну еще папа вместо морфия добрый папа ему советует пить спирт то есть он вот таким образом якобы отвадил от морфия если он был наркоман его отвадили от морфия но вообще эта история по-моему высоцкого когда ему вместо того чтобы он не употреблял наркотики предложили пить спирт но получилось и то и то такое ощущение что просто вот сочинял от балды либо действительно уже тогда у него помрачение было если он был на фронте и может быть так война подействовала если он конечно был на фронте из той же серии байк что гонорар за памятник хрущеву он выкинул на улицу из окна автомобиля чтобы москвичи помянули никиту сергеевича ну такой тоже абсолютный анекдот ложь был ли эрнст на фронте большой вопрос судя по таким интервью вряд ли да и про штрафбат на официальных ресурсах не слова а призывался он в 260 гвардейский полк и это никак не штрафбат тогда зачем произносила мной девушку и убийство командира никто не проверит не знал что будет интернет и можно лепить все что не попадя и так про призыв с военкомата в узбекистане нигде ни слова ни в одном интервью что я прошерстила он должен был призываться со свердловская так полагаю а начало боевого пути 260 гвардейского стрелкового полка 86 стрелковой дивизии началось в селе камдрюче луганской области 16 мая 1943 года это официальные данные сайта а эрнст призывается в августе 1943 а 260 гвардейской стрелковый полк воюет в августе село латонова выше таганрога ростовской области далее я выяснила что он учился по информации михаила самуиловича кочана это статья цитата первые 20 лет жизни эрнста неизвестного туркменистанском училище в кушку возможно оттуда перенаправлен в самарканд однако по информации кочана не совпадает дата призыва на службу по поводу наград с того же сайта подвиг народа здесь три информации первое дата поступление на службу 10 08 42 года место призыва железнодорожной рвк узбекская сср город самарканд железнодорожный район место службы 45 гвардейская 45 гвардейский стрелковый полк 86 стрелковой дивизии 2 украинский фронт чем награжден медаль за отвагу дата совершения подвига внимание 22 апреля 1945 года реквизиты документов самофон 33 далее второе вторая информация время поступления на службу 8 1943 то есть через год место призыва ошибка ровно в год получается 8 43 место призыва самарганский рвк узбекской сср самаркандской области то есть другой рвк самаркандский а не железнодорожный хотя тоже в узбекистане выиск название на момент награждения гвардии младший лейтенант место службы 240 260 гвардейский стрелковый полк 86 гвардейской стрелковой дивизии а в первой справке он поступает 45 гвардейский стрелковый полк той же самой дивизии и когда я выясняла получалось что 8 6 стрелковой дивизии 45 гвардейского стрелкового полка не значится и украинского фронта 2 украинского фронта не значится в нем есть только 260 гвардейский стрелковый полк возможно что это более правдивая информация и и значит дата поступления на службу не 42 год а 43 год здесь написано что он награжден орденом красной звезды дата представления к награде внимание совершение подвига 28 апреля 1945 года реквизиты опять-таки сам фонд 33 между двумя подвигами за которую медаль за отвагу и далее орден красной звезды 6 дней призывы разные даты разные годы разные рвк и разные места службы и никакого штрафбата в разницу 6 дней записано два разных полка по медали за отвагу 45 гвардейский стрелковый полк и орден красной звезды через 6 дней получается записано место службы как 260 гвардейский полк одной той же 86 стрелковой дивизии боевой путь 45 полка и 260 полка кардинально отличаются и не найдено для 45 гвардейского полка 86 дивизии 2 украинского фронта не найдено еще немного из статьи кочина и теперь я считаю сработала во мне наследственность семьи неизвестных семьи потомственных военных прайдет был николаевским кантонистом дед царским офицером отец адъютантом белого генерала аненкова в гражданскую наверное военная косточка проявилась в кушке помогая одолеть чудовищное напряжение училищные гонки но и не только это я как еврей был на особом счету здесь пошла гордость уже я чувствовал такое недружелюбное внимание каждую минуту наблюдал весь взвод как выдержу на машу броске как отстреляю упражнения и стоило чуть оступиться прямо в лицо смеялись что обгаша слабо это тебе не пехошками так давать хоть и не карталил я никогда все равно дразнили но я и тянулся изо всех сил чтобы не дать повода и так получается что в этом училище он один еврея он этим гордится он старается не отставать то есть более видимо слабой физически но бывает у евреев у них более слабая конституция физическая но они берут другим и дальше вот не доехав до фронта младший лейтенант неизвестный попал под трибунал за убийство офицера красной армии который изнасиловал его подругу я уже об этом говорила каким образом где в каком месте была эта подруга если он ехал на фрон расстрельный приговор было самого начала понятно что рассчитывать больше не на что вы бы поступили иначе правда спрашивает нас журналист свинаренко написали бы заявление участковому а эрнст иосифович убил негодяя из автомата жалеет ли он о содеянном если была возможность убить его еще раз я убил бы его снова расстрел правда заменили штрафбатом из документов я показала что нигде штрафбат не зафиксирован это не подтверждается документальными справками потом фронт м снеизвестный воевал в штрафном батальоне не подтверждается штурмовых частях и в самом конце войны был ранен допустим к самом конце войны он был ранен 28 апреля 1945 года из представления к награде товарищ эрнст неизвестный боя в западе рюкендорфа 28 апреля 1945 года проявил себя смелым и инициативным командиром бою и захвате контрольного пленного он одним из первых поднялся в атаку увлекая за собой бойцов своего взвода ворвавшись траншеи он гранатами огнем из автомата уничтожил пулеметную точку и 16 немецких солдат будучи ранен младший лейтенант эрне известный продолжал командовать взводом и благодаря этому траншеи противника были очищены и взят пленный и значит у нас только одна дата 28 апреля а про 22 апреля где медаль за отвагу также ничего не сказано командир 260 гордейского стрелкового полка и нет никакого 45 стрелкового полка где была медаль за отвагу этого же времени 45 года значит про медаль за отвагу не подтверждается он либо здесь был либо в другом месте и опять таки это не штрафной батальон в штрафных батальонах он не был зачем тогда это сочинять вот есть подтверждение вот этого и тогда орден красной звезды не знаю дают ли за это орден красной звезды потому что таких подвигов было масса масса но мы не можем посмотреть у нас нету фактических документов приходится верить на слово вот этому кочану в этой статье потому что вот этого приказа на официальных порталах тоже нет дальше что еще он пишет другое дело я не пытаюсь быть объективным историком оставаясь художником со своим личным взглядом мне кажется я имею на это право в 17 лет я ушел добровольцем командовал ротой будучи еще зеленым лейтенантом тогда ведь офицеров просто не хватало ну тоже не факт что он командовал там чем-то совершенно не факт потому что уже про штрафбат сюда вот вписали которого но нету подтверждение но нету но не не складывается на той войне получил тяжелейшее ранение был прострелен позвоночник а потом дальше он 14 лет работал грузчиком с простреленным позвоночником пережил клиническую смерть санитары сбросили меня загипсованного на лестницу ведущую к моргу и это как ни странно спасло мне жизни чего это они его сбросили на лестницу ведущую к моргу гипс раскололся от удара и я очнувшись от боли закричал родители между тем успели получить похоронку ну вот как это вот это каким образом он сколько там мертвый у них лежал в медсамбате что уже родители успели получить похоронку прежде чем они его понесли в морг вот опять здесь идет нестыковка опять вот ну ну вранье какое-то идет идет просто сочинение сочиняет человек из пальца высасывает про свои подвиги поэтому что на самом деле было на фронтах был ли он на самом деле на фронтах был ли он действительно ранен действительно ли у него травма позвоночника потому что ну тогда либо травма либо грузчик ну что-то одно либо крестик либо трусы снять одеть что-то одно либо крестик снять продолжаем разговор вот такая информация на этом этапе это не все мама эрнста неизвестного поэтесса бэлла дежур из статьи бэлла дежур родилась в киевской губернии в городе черкассы откуда ее родители абрам и соня переехали во время первой мировой войны в 914 году екатеринбург отец работал на заработках в летнее время на строительстве железных дорог на урале когда началась война отец побоялся оставлять семью и вывез из екатеринбурга отец происходил из виницы мать из белозерия окончив среднюю школу была абрамовна уехала учиться в ленинград здесь прошли ее студенческие годы она очень полюбила этот город была вхожа в круг поэтов серебряного века дружила с будущим знаменитым поэтому николаем заболоцким они даже обручились он посвятил ей полную тетрадку стихов но она вышла замуж за врача от ларинголога иосифа моисеевича неизвестного другой источник продолжает в конце 40-х годов ее причислили группе безродных космополитов и едва не исключили членов союза писателей помогло вмешательство павла бажова потом из-за дела врачей начались проблемы у мужа известного в свердловске педиатра иосифа моисеевича неизвестного в 1976 году с вынужденным отъездом в сша сына скульптора эрнста неизвестного дежур стала матерью изменника родины со всеми вытекающими отсюда последствиями в 1987 году она смогла присоединиться к сыну и начать новый этап жизни со столетиям ее поздравил тогдашний президент сша джордж буш эдуард россель и другие известные персоны ключевой словом ее поздравил тогдашний президент джордж буш какого уровня была семья если иммигрантку из россии поздравляет президент америки друзья америке одним словом все мило в советском союзе образование среду обитания член союза писателей а это всякие плюшки немалые по сравнению с обычной жизнью простого народа интересная жизнь интересные люди встречи нет америка лучше там уже детки устроились справка по линии отца семья дед моисей лейб вот так и есть моисей тире лейб иосифович неизвестный или неизвестнов 1874 1945 год происходил из семьи кантониста и оселя неизвестного интересно что моисей лейб приставка лейб означает тело я уже делала расшифровки в одном из своих фильмов по теме приставки тело тель учи теле спаси теле законодатель и так далее все имеет отношение к телу вот телохранитель телохранитель не понятие человек а физический объект тела моисей лейб моисей тело неизвестные по-русски далее кантонист эта профессия кантонист означает кантонист от немецкого новобранец малолетние несовершеннолетние сыновья нижних воинских чинов сами принадлежавшие к военному званию то есть к военному ведомству и в силу своего происхождения обязаны к военной службе кантонисты обучались в кантонистских школах ранее называвшихся гарнизонными а название их воспитанников кантонисты было заимствовано из пруссии от названия полковых округов кантона это название относилось к финским цыганским польским еврейским детям рекрутам с 1827 года при императоре николай первым кантонистские заведения обеспечивали комплектование в с россии строевыми унтер офицерами музыкантами топографистами кондукторами чертежниками аудиторами писарями мастеровыми александр второй коронационным манифестом отменил закрепощение сыновей нижних чинов военному ведомству и отменил название кантонист о чем это говорит о том что евреи на руси пришли народ с европы немецкие польские земли данной ветви подсу эрнста неизвестного и сама фамилия за себя говорит неизвестные еще ранее писалось неизвестно бы то есть неизвестно откуда появившийся какой-то либо сирота либо из какой-то пробирки молодой четыре 1925 году родился сын эрик будущий заслуженный фронтовик и всемирно известный скульптор эрнст неизвестный а в 1934 году дочь людмила 1928 году закончила химико-биологический факультет ленинградского педагогического института имени герцена эта мама вернувшись в свердловск бела дежур была химиком экспертом областного управления милиция первые ее стихи были опубликованы в 1937 году в альманахе уральский следопыт первая книга стихов раздоме появилась в 1954 году поскольку бела дежур была по первому образованию учителем один умный редактор предложил ей писать научно-художественную прозу для детей ключевое слово один умный редактор и для детей они все работают для детей сфере детской кто писатель кто врач и хармс также был детский писатель как мы помним по моим фильмам расследованиям в том числе так вот в этом жанре она и процветала издавалась и на урале и в столице то есть все у нее было хорошо у бела дежур все годы была абрамовна наряду с литературным творчеством активно занималась научными изысканиями в области криминалистики вот интересно когда началось дело врачей начале 1953 года к ее мужу иосифу моисеевичу детскому отоларингологу которого раньше любили пациенты перестали приходить из-за невежества а может быть не из-за невежества а из-за страха потому что неизвестно что там у детского врача отоларинголога может быть кто знает мы сейчас не проверим был у дежур приняли в члены союза писателей ссср как известную поэтессу еще в 1940 году члена союза ее принимал тогда знаменитый уральский писатель павел петрович бажов эта сказка знаменитая хозяйка медной горы рекомендации еще дали марието шегинян и огне бортом посмотрите какие серьезные рекомендации у нее сотрудник внутренних органов была дежур была тем не менее наставницы для многих инакомыслящих того времени ее дом свердловский был приютом для тех кто так или иначе выражал недовольство советской действительностью вот все у них есть все хорошо но они выражают недовольство советской действительности вот это та самая пятая колонна концы сороковых она едва не угодила в состав группы местных безродных космополитов но не угодила вот едва не угодила ее должны были исключить из союза писателей ссср но не исключили вот опять что-то такое стоит за этой семьей за той же самой белой дежур вот хотели исключить но и не исключили возможно посодействовал прекрасно к ней относившийся автор знаменитых уральских сказок павел бажов возможно а возможно дело в чем-то другом а когда в 1976 году уехал из страны ее сын знаменитый скульптор эрнст неизвестный белла дежур стала матерью изменника родины 1979 году после смерти мужа иосифа моисеевича неизвестного и зятя мужа дочери надеюсь на то что из латвии будет легче уехать была абрамовна переехала с вердловска в юрму где семь лет они семьей дочка людмила и внуком андреем просидели в отказе из другого источника я считаю это ее слова что христианство вытекло из иудаизма иисус христос и апостола были евреями христос повторил то что было в иудаизме возлюбив ближнего своего почитай родителей и другие мудрости человеческие а вот в израиле я никогда не была не пришлось но желаю этому государству всяческого добра там у меня много друзей и вообще я на стороне евреев а не арабов хотя совершенно не разбираюсь политики на мой взгляд была дежур очень талантливая поэтесса у нее красивые стихи и легкая рифм рифма вот я не согласна с тем что эрнст неизвестный талантливый человек я считаю что он не талантливый человек а вот мама у него как поэтесса на мой взгляд очень талантлива например из поэтического наследия было дежур еще о кайне авель кроткое создание брата старшего любил но как сказано в предании кайн авеля убил он решил бесповоротно что ему мешает брат сеять рожь за горизонтом там где зори и закат на земле тогда впервые пролилась безвинна кровь ангелы полуживые не смогли спасти любовь кайн жив тысячелетия мы едим его плоды сохранились на планете преступления следы где-то дом семьи едины и куда любовь ушла длится древний поединок добродетели и зла и другое стихотворение сыну мальчик мой ты скоро станешь взрослым как бы детстве я не берегла день придет и ты легко и просто сбросишь тяжесть моего крыла станет душно за двойной урамой напряженной комнатной тиши что ж ты скажешь до свидания мамы уезжаю не скучай пиши я поплачу штопаю рубашку утюгом слезинки просушу и рукой дрожащий на бумажке новый адрес сына запишу и в тоске все школьные тетрадки книги и рисунки сберегу ты писать не будешь очень кратко жив здоров приехать не могу вспомню гул прощальный у вокзала и твою улыбку у окна и пойму что старости начала там где мать останется одна вполне вполне себе хорошие лирические стихи даже за душу берут и тем не менее вот такой поэтический дар и человеческая сущность личность это все-таки разные вещи потому что живя в стране где который ей все дала были дежур и сделал ее известной поэтессой в своих кругах и ни в чем она не нуждалась но тем не менее она вела свою борьбу и еще неизвестно чем она занималась с этой криминалистикой почему она там работала и что ее там интересовало какие изыскания на этом проводила это большой большой вопрос чем это было связано и подрывала советскую власть о чем и сказано в статье и так помимо покровительства скульптору некто покровительствовал его маме и папе то есть всей пятой колонии псевдоинтеллигенции которые относятся к тому самому пятипроцентному числу генетически устроенных так что родившись в россии постоянно вредят ей и ее народу вот все не так как они считают что на них какие-то гонения ну то есть им не дают жить так как они хотят я так понимаю хотя у них все есть вот по сравнению с обычным человеком простым работягой тем самым пролетариатом у них есть гораздо больше в жизни возможностей и живут они лучше и в быту они лучше устроены чем простые люди и тем не менее все все не так все им хочется вот что то все их не устраивает и хочется им уехать и где-то там там гораздо лучше чем россии вот такой вечный зуд и ненависть ко всему связанному с россией причем и советские времена и пусть советские в наше время ничего не меняется они гадят и гадят гадят потому что не гадить они не умеют это нам известны уже набившие оскорбину шоу-бизнес убежавший в израиль или в майами а в советские времена это поэты писатели скульпторы из статьи неизвестный живу как хочу ли пусть меня убьют из созданных в советский период восемьсот пятидесяти скульптур у него закупили только четыре это это говорится о том что якобы вот к нему плохо относились да просто его скульптуры не нравится вот мы сегодня сейчас в новое время так сказать мы отрицаем это мы не хотим этих скульптур эрнста неизвестного в общественных местах они неприятны они потому что у него не закупали потому что они бездарные вот поэтому только четыре закупили против него возбуждали уголовные дела его обвиняли валютных махинаций в шпионаже интересно а этого не было мы дела не видели а может быть там были основания 1976 году он смог выехать в швейцарию а всем седьмом 60 долларами в кармане переехал в сша на хорошо 60 долларов он раскрутился так что у него стал свой домик на острове в нью-йорке остров у него своя мастерская у него стали закупать скульптуры в том числе папа римский купил правда скульптуру никуда не поставили на хранится в музеях в асикан то есть деньги тратится скульптуры не вставляется ну потому что они не некрасивые были но сейчас сатанизм моде сейчас вот эти формы моде и сейчас весь мир начинает заполонять эти сатанинские скульптуры бесформенные страшные которые не вызывают хороших приятных чувств в отличие кстати от стихов мамы эрнста неизвестного стихи то как раз у нее писались хорошие но еще такой момент он своем интервью у него спрашивали а сейчас есть известными на он сказал что нет потому что они были в советское время потому что тогда был протест вот им нужен протест а сейчас нету и где же вы вот нету никто вам не протестует советский союз ненавистный вы разрушили а где же имена то а их нет значит им нужен советский союз для того чтобы чувствовать свою значимость чтобы самоутверждаться и тогда у них что-то получается как они думают как они считают потому что они считают себя гениальными но тоже эрнст неизвестный посмотрите есть в ютубе его интервью он считает себя гениальным это это сквозит у него да он такой вот вот такой сам себе не похвалишь никто не похвалит он такой благородный вот он такой прям вот 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 остальные никто ничего не понимает остальные мелкие карлики эрнсту нравились скульптуры отрезанных голов но такой памятник хрущеву хотя он хотя он интересный памятник хрущеву надо отдать должность или такой такая голова феликса комарова очень похож на суроса я сначала думал что это сурос мы выяснили что это олигарх феликс комаров кто такой сурос объяснять не надо а вот кто такой феликс комаров справка роберт фридман в книге красная мафия как российский преступник захватил америку утверждает что фбр называет комарова правой рукой вора в законе и вонькова япончика и считает что он связан с русской мафии ну и так далее это все можно прочитать я не буду затягивать видео итак андропов советует уехать нашему герою прикрывает маму со столетиям поздравляет президент америки буш далее в нью-йорке эрнсту предоставляет мастерскую новые заказы кто-то это все финансирует есть конкретная мафиозная фигура феликс комаров не все заказы выставляют но финансирование происходит как по нотам однозначно глобалисты были в нем заинтересованы считали своим однако как положено в их кругах после того как эрнст неизвестный как простой человек становится немощным больным то интерес к нему угасает никто им не интересуется мавр сделал свое дело мавра может уходить умирал он принципе в одиночестве жена может быть по голове бутылка из под шампанского и никто не поможет он жалуется адвокатом своей дочери но вот что то не получается больше никого нет больше пожаловаться некому далее всю эту шизу которую наваял не совсем здоровый психический человек будут использовать по назначению для психологического культурного и идеологического насилия людей место неизвестного в позднем горбачевском ссср прочно занял такой же блатной зураб церетели некто щедро финансирует и поддерживает этого плодовитого мастера который заполонил москву своими шедеврами что однозначно можно сказать москва оккупирована не русью и бездарностями после развала советского союза за счет россии и на не разрабатывалась но эта тема продвижения таких скульпторов как эрнст неизвестная есть система которая напрямую связана с сегодняшним днем если мне не разобраться и не найти противоядие то спокойной созидательной жизни нам не дадут вот сегодня мне прислали фото скульптур норвежского автора периода третьего рейха адольфа густава вигелланда парке фрогнер на западе осло норвегия даже в описаниях называют сатанинскими все очевидно они талантливые эти скульптуры в отличие от скульптур скульптур эрнста но тем и сильнее их влияние на психику человека все скульптуры это не просто чьи-то фантазии когда они стоят на всеобщем обозрении они влияют на пространство и программируют будущее хотим ли мы такой жизни как эти скульптуры или молча проглотим и как неизбежно по закону материализации событий влечь им такое будущее есть простая техника для простых людей мысленно стирайте эту мерзость и мысленно заполняйте пространство созидательными жизнеутверждающими формами пусть это будут цветы играющие дети рога изобилия природа что угодно то что в данный момент вам пришло на ум мысли есть энергия мысли есть материализация чистите пространство вокруг себя и утверждайте это слово твердое ст благодарю вас за такое внимание большой большой фильм благодарю за помощь моему каналу с вами была галина конышева всех вам благ